Мур, привет друг, это Зверько и новостной выпуск 1.4.42. Новый герой с осьминогом в животе по имени Атлас. Для тестового еще полностью не оформлен, но мне подогнали взломанную версию, чтобы мог заснять. Мини-обзор будет в конце выпуска. Пока что представлю традиционного спонсора. Это конечно 1xbet. В этом надежном букмекере, быстрые выплаты и большие выигрыши. Киберспорт присутствует среди других спортивных рубрик. А еще при регистрации и первом депозите ты можешь получить бонусом до 6500 рублей по моему промокоду. Ссылка и промокод будут в закрепленном комментарии. Изменения героев. Сиссилион. Первый навык. Сразу обозначу. Значения урон на пути и в конце навыка разные. Так вот, уменьшили базовый урон на 30 и 55 единиц, а магический бонус увеличили на 12 и 20%. Навык будет сильнее в поздней игре. Впрочем, сися рассчитан на затяжной бой. Второй навык. Изменили индикатор навыка. Лунный вальс. Совместный навык с кормилой. Увеличили размер щита с 720 до 1000 на 15 уровне и адаптировали отображение навыка до боя на дисплее героя, при пике героя и прочем. Кормила. Первый навык. Базовый урон уменьшен на 10. Магический бонус уменьшен на 10%. ХП реген уменьшен на 15 единиц для всех уровней. Видимо, навык показался слишком сильным. Лунный вальс. Совместный навык. Кроме увеличения щитов, после применения навыка у кормилы перезаряются первые два навыка. Фаша. Второй навык. Уменьшили базовый урон на первых уровнях навыка. Не очень сильный нерв. Всего лишь 25 единиц. Белерик. Пассивка. Уменьшен бонусный урон от количества ХП с 1% до 0,8%. Исправлен баг. Когда пассивка продолжала отбиваться, хотя враги перестали атаковать. Второй навык. КД увеличена на 1 секунду для всех уровней. А также выросла стоимость маны. Было 80-130. Будет 90-150. Ульта. Увеличили скорость анимации для целей вблизи. Улучшили визуальный эффект. Белерика опять нерфит. Линк. Первый навык. Теперь Линга можно захватить как цель, когда он на стене. Ульта. Бонус атаки уменьшен со 120% до 100%. Это мощный нерф. Маша. Ульта. Увеличение защиты. Вернули 10% к защите, которую отбирали в 1-4-40. Ван-Ван. Ульта. Базовый урон уменьшен на 10 единиц. Теперь 60-90. В бою немного уменьшили визуально модельку. Сильвана. Пассивка. Базовый урон добавлен с 0 до 45. А вот физический бонус уменьшен со 100% до 75%. Вообще не критично. Большинство собирают ее в магический бонус. Горд. Изменили эффект звука скина игрок номер 1. Первый навык. Добавили немного времени перезарядки на начальных уровнях. Было 7 секунд, будет 8 секунд. На 6 уровне по-прежнему 5,5 секунды. Харид. Первый навык. Базовый урон увеличен со 120 до 145. А прирост урона уменьшен с 30 до 25. Скорректировали урон взрыва. Иксборгу опять обрезают хп. С 1078 до 1018. Грейнджер. Ульта. Уменьшили базовый урон. Был 150, 200, 250. Будет 120, 160, 200. И увеличили кд на 10 секунд для всех уровней. Ого, чем он провинился то. Кая. Второй навык. Убрали короткое ускорение после рывка. Пассивка. Увеличили базовый урон на 50. Увеличили бонус к урону от вражеского хп. Было 5%, а будет 6%. Улучшили анимацию навыка. Лолита. Второй навык. Буст к урону после блока выстрелов уменьшен с 50% до 35%. Судя по описанию навыка, даже американские переводчики уже запутались. Но это еще не все. Изменение предметов. Зачарованный талисман. Увеличили восстановление маны. Каждые 10 секунд будет восстанавливать 12% маны вместо 10%. Лесные фиолетовые мечи второго и третьего тира. Бонус к урону после убийства монстра будет повышаться на 0,6% вместо 0,5%. На мой взгляд, все равно слишком мало. Пылающий жезл. Раньше наносил 1, 2 и 3% от хп. Теперь 1, 1,75 и 2,5 от хп. Странно. Вроде не такой популярный предмет, чтобы его нерфить. Удар охотника. Исправили проблему, когда пассивка не срабатывала от атак по лорду и черепахе. Изменение дополнительных навыков. Огненный выстрел. Увеличили урон до 640 вместо 560. Также увеличили магический бонус со 140 до 160%. Немного увеличили радиус отталкивания. Улучшили визуал. Да, я помню, что обещал по нему в видео. Всему свое время, друг. Исцеление. Уменьшен от хил с 2,8% до 2,5%. Теперь поговорим о новом герое Атласе. Это танк с контролем. Обзор по механике будет весьма короткий. Потому что герой еще не доделан. Пассивка. Судя по всему, уменьшает входящий урон, когда у Атлас остается мало хп. Первый навык. Достаточно мощный круговой удар. Скорее всего, к нему приделают замедление. Второй навык. Осьминог выскакивает из груди и может атаковать, применять первый навык или ульту. Особенности. Первый навык тело дублирует. Получается, два взрыва. Ульту не повторяет. Если перекинуть осьминога через препятствие, то тело тоже пройдет. Но осьминог не призрак. И если уже вышел из тела, то не пересекает препятствие. Притом, у них общее хп. То есть, если атакуют либо тело, либо осьминога, хп уменьшается у обоих. Если их атакуют обоих вместе, то проходит как двойной урон. Но это не точно и скорее всего изменит. Ульта. Атлас цепляет противников цепью, притягивая к себе. А потом, как рестлер, прыгает с ними, ударяя о землю. Выглядит опасно. Более подробный разбор можно будет делать, когда герой хотя бы на тестовый полностью выйдет. На этом все, мой друг. Если видео тебе понравилось, подписывайся на канал и отправляй его друзьям. Удачи, друг. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok